Ленинский район – лидер по количеству сдаваемого жилья в Подмосковье, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время рабочего визита в муниципалитет. Поэтому первостепенная задача – обеспечить новоселов социально значимыми объектами, такими как детские сады, школы и поликлиники, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Руководитель региона посетил детский сад на 340 мест в деревне Дрожжино-2. Здесь уже всё готово, чтобы 1 сентября принять деток. Резидентская программа по ликвидации очереди в детских садах реализуется. И мы построили порядка 350 детских садов. Застройщики, которые работают в Подмосковье, тоже принимают в этом активную участие. Хочу всех поздравить с этим. Побывал глава региона и в поликлинике, которую застройщик обещает сдать в эксплуатацию на днях. Новое медицинское учреждение находится в микрорайоне Бутово-парк. А после Андрей Воробьёв с инспекцией прибыл в 10-ю школу города Видное. Напомним, в апреле прошлого года губернатор был уже здесь и остался крайне недоволен тем, что компания «Мортон» не выполняет свои обязательства по срокам сдачи объекта. Но, кажется, теперь всё наладилось и 1 сентября новое учебное заведение будет готово принять учеников. Мы здесь были, были проблемы со стройкой, потому что «Мортону» должны были инвестировать сюда другие строители. Но получилось так, что он на себя всё это взял. И, соответственно, сегодня, я думаю, в течение оставшихся 20 дней школу мы завершим. Где бы ни останавливался Андрей Воробьёв, у людей возникало множество вопросов к руководителю региона по самым разным проблемам. Поэтому губернатор запланировал организованную встречу с жителями Ленинского района в Центральном парке отдыха города Видное, где собралось несколько сотен человек. Спасибо за то, что сошли возможным прийти, пообщаться, поговорить о наших делах, о нашей стратегии, о наших планах. Традиционно летом мы высокую активность проводим, встречаемся с жителями и главы районов, городов, территорий. И, соответственно, у меня это, по счёту, наверное, за три недели десятая встреча. Наша задача – рассказать о наших приоритетах. И, естественно, жизнь состоит из проблем. Услышать из первых уст, что беспокоит. На чём мы, власть региональная, муниципальная, должны сосредоточить своё внимание. Коснулись вопросов здравоохранения, в частности, профпригодности врачей, помощи детям-инвалидам, льгот пенсионерам, предоставления жилья очередникам и дорог. Кстати, последнее вызвало большой интерес у присутствующих. Один из заданных вопросов касался так необходимого жителям Видного выезда из шестого микрорайона на трассу М4 Дон. У нас в городе, видно, есть такой шестой микрорайон. И утром пробки, вечером пробки. Утром все минут по 30-40 выезжают, вечером, соответственно, настолько же заезжают в этот микрорайон. В этом году, буквально 4 июня, мы получили, наконец-то получили в ГК «Автодорф», в федеральном, соответственно, ведомстве, технические условия на выезд из шестого микрорайона, в том числе из Европы. Согласовали их, да? Согласовали, да. Итак, приступаем за счет вне бюджета к проектированию. Уже техническое задание готово. Планируем, что проект вместе с экспертизой займет у нас примерно первый квартал 2017 года. У нас на первый пул строительства уже есть инвестиционные соглашения. Вот благодаря Андрею Юрьевичу мы заключили эти соглашения с инвесторами. Это непростая работа на 630 миллионов рублей. То есть закончим в 2018 году к 1 сентября. Принцип открытой власти в очередной раз показал свои плюсы. Только путем конструктивного диалога можно прийти к верному решению. Такой политики придерживается наш губернатор и глава Ленинского района. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышева, ПИДНТВ.